В хоккей играют даже на огороде. Несколько лет назад в деревне Сокол-Потверью пенсионер Виктор Яковлев, большой поклонник зимней игры номер один, построил на своем приусадебном участке хоккейный корт. Росла здесь раньше картошка. Но картошка не урожает здесь. Вот решили сделать с ребятами, с друзьями, с помощниками, со спонсорами, сделать здесь хоккейный корт. Как на настоящем стадионе, теперь здесь есть освещение, табло, радио, флагшток, наглядная агитация. Покататься на коньках могут все желающие. Ледовая площадка стала любимым местом активного отдыха для жителей всех окрестных деревень. Понимаете, это отдушина у нас. Ну, у нас поселение небольшое, маленькое. Всего у нас 13 деревень, и поэтому, ну, больших катков залить мы не в состоянии. Бюджет маленький. А это вот, ну, для здоровья у нас вот играет в хоккей, мужики. Ну, это же здорово. Мужики не просто играют, но еще и проводят соревнования самого высокого уровня. На днях на приусадебном корте состоялся второй турнир памяти олимпийского чемпиона Олега Зайцева, с которым Виктор Яковлев познакомился, когда знаменитый хоккеист руководил калининской командой СКА МВО. Мы как с ним сдружились. Гусев Александр, Александр Волчков, Лобанов. Ну, мы как-то подружились и все. Ну, тянуло меня к нему, к этому человеку, безвременно ушедшего из жизни. В 53 года он ушел. Клюшки на турнире скрестили хоккеисты, многие из которых также лично знали Олега Зайцева. На лед вышли четыре команды ветеранов – «Планета», «Радуга», «Искош» и «Рязанова». Проходят все, установки такие праздничные, все тут у нас порядок, все проводят, раздевалки все у нас на высшем уровне. Вот постараемся показать хороший хоккей. Хоккей был не совсем обычный. Из-за малых размеров площадки играли не пятерками, а тройками. По своей динамике это был даже не ветеранский, а суперканадский хоккей. Ну, здесь, конечно, тут надо много выкладываться, хотя площадка маленькая, сил очень много отдаешь, давали на крепкие очки. Постоянное движение, работать приходится руками и ногами, головой на свадьбе кверху. Пауза нет, в большом хоккее можно еще побольше отдохнуть. Здесь отдохать очень не дают. Пожалуй, самыми незаменимыми на этом турнире были вратари. Если полевые игроки могли меняться, то галкиперы в буквальном смысле вросли в лед. И даже на перерыв не уходили из ворот. Прямо третяк и гашек. Я смотрю еще на воротах, у вас третяки стоят. Да, такие, да. Это специальные, типа, как бы вратари, но такие, неодушевленные. Тяжело их забить? Тяжело, да. Очень тяжело забить. Не можно забить, не превышен таким вот, что это, да, деревянные вратари. И них не хватает, еще такой техник, ни разу не играли. Не отработано, если у нас здесь система такая, чтобы забить-то просто, но не можем. И все-таки забивали и таким вратарям. Матчи за первое место команда спортклуба «Радуга» обыграла соперников из-под клуба «Планета» со счетом 18-9. Третьи и четвертые места поделили, соответственно, командой из «Коши» Рязанова. Традиция проведения хоккейных матчей в деревне «Сокол» обязательно будет продолжена. На очереди – реализация других планов по созданию на базе приусадебного участка универсального спортивного центра. Собираемся тир с ним открыть, баскетбол играть, в общем, на лыжах кататься. Здесь очень место хорошее и оно тут дышится совсем по-другому по сравнению, чем даже с городом, даже с Авакумовым.